добрый день подскажите слышно ли меня добрый день наверное чуть-чуть подождем когда подсоединяться и отпишут что нас слышно добрый день слышите ли вы меня да тогда начинаем здравствуйте еще раз меня зовут улитина екатерина я представляю тур оператора бревестник наша компания на рынке уже порядка 11 лет и создана она на базе транспортной компании с одноименным названием транспортная компания существует тоже более 18 лет и наша ориентация наш офис наше базирование это конечно город казань республика татарстан но мы также известны и за пределами нашего региона в парке у нас порядка 150 автобусов различные вместимости а как автобусы это микроавтобусы 17 19 мест так и большие начиная от 39 заканчивая 59 местными автобусами парк молодой постоянно обновляется все автобусы туристического класса оснащенные микрофонами системы кондиционирования кулерами и за все время нашей работы мы уже обслужили наверное порядка ста тысяч туристов вот но не планируем на этом останавливаться наши основные направления это прием в казани республики казани очень привлекательный туристическом плане регион и республика в целом у нас целых четыре объекта юнеско недавно буквально четвертый стал появился но не только казани вот как вы видите на фотографии наши автобусы побывали на на любом километре в москве и мы делаем классические туры мы делаем авторские туры классические это естественно прием но стандартные объекты показа это кремль это обзор на экскурсии это свияж скараифа авторские туры у нас есть патриотического уклона у нас есть профориентирующие авторские также мы работаем с детскими группами работаем с деловым туризмом организуем мероприятия и принимаем туристов въездное направление въездной туризм что касается наверное ну такой пример классической программы это основные достопримечательности работаем мы с организованными группами с индивидуальными туристами планируем в будущем работать со сборными группами классических программах у нас порядка двух пяти дней поскольку мы работаем с организованными группами мы программу корректируем под запрос заказчиков зависимости от бюджета пожеланий и прочего что касается ну примерно такой самый простой программы выходного дня это два дня одна ночь где мы проходим обзор на экскурсию по городу проводит у нас экскурсия по казанскому кремлю обед с мастер-классом по приготовлению национальных блюд и второй день мы едем в свиярск и посещаем там уникальный музей наверное он единственный в россии это музей археологического древа и конечно же заезжаем в храм всех религий тоже такая местная достопримечательность где вот на фотографии как раз таки он присутствует где соединены разные религии объединяющие всех нас мы еще делаем такие приятности как встреча наших туристов в национальных костюмах с национальными сладостями что в принципе сразу создает у туриста настрой по дальнейшей экскурсии времяпрепровождению в казани казань она в принципе очень гостеприимно очень хлебосольно и мы стараемся своим туристам оставить такие приятные впечатления использую какие-то маленькие детали маленькие наши комплименты чтобы турист остался доволен что касается сейчас прогрузится вот что касается наших авторских туров и экскурсий одни из них это гастрономические кухня в Тарстане очень сытная мясная наверное любой мужчина будет доволен поэтому мы можем предложить такие виды программ как гастрономические где будет не только можно будет много и вкусно покушать но и продегустировать наши местные напитки которые произведены в республике также у нас есть образовательные авторские образовательные экскурсии и туры которые мы проводим по вузам города как известно казань это очень студенческий город вот и образовательные еще профориентирующие когда наши школьники посещают различные промышленные предприятия городообразующие предприятия где познакомиться с одним с одной из другой профессии и возможностью выбора в будущем для себя из авторских ну вот одна из примера программ такая очень интересная это город талантов где у нас ориентир мы посещаем музей воротынского мы посещаем музей аксенова кстати жена сальвадора дали по некоторым не могу слова подобрать ну в некоторых источниках значится что жена сальвадора дали она из города казани вот так что у нас и такие еще есть примечательные факты в нашем городе детские программы то что вот уже мы озвучили это для будущих студентов есть патриотические есть такая профессия родину защищать где дети у нас посещают музей великой отечественной войны где они знакомятся с истории города с точки зрения тылового города который работал на нужды фронта и посещают суворовское училище там конечно они проникаются духом суворовцев кадетов вот и в принципе очень хорошее впечатление вот эта экскурсия остается у наших школьников вот как раз таки эта программа а на предыдущем слайде извините вернусь это наш музей наш театр кукол наш волшебный замок который ночью превращается действительно в такой светящийся очень красивый дворец от вида которого наверно замирает сердце также можно посетить этот театр провести экскурсию посмотреть что же как как он выглядит и внутри следующее этот деловой туризм как мы принимаем обслуживание обслуживаем деловые мероприятия конференции делаем экскурсионную программу для наших деловых партнеров полностью под ключ делали конференции продолжаем этом работать у нас есть свои уже сложившиеся партнеры но всегда рады увеличивать и работать с новыми клиентами въездной туризм до его въездным туризм и как обычно это действительно опять основные достопримечательности тут уже больше работает индивидуальный подход каждому каждой программе каждому запросу и в основном это групповые въезды из наших то что вот мы смогли не смогли простите неверное слово я волнуюсь потому что это моя первая такая видео презентация поэтому прошу меня простить за оговорки наши партнеры и наши мероприятия которые обслуживала наша компания транспортная туристическая это универсиада которая проходила в казани это олимпийские игры в сочи в четырнадцатом году финна саммит самого последнего спасибо большое саммит казань ислам исламский мир фифа чемпионат мира по футболу проходила мы обслуживали то что проходило у нас world skills казань это профессия и из корпоративных клиентов это группа компании август и витамакс мы с ними работали сотрудничали они наши клиенты что-то еще хотела сказать и а да про детский туризм и вот там не успела и сама перескочила мы принимаем фестивали детские там естественно количество человек которые приезжают одновременно очень большое по 500 по 600 по 700 и а то и тысячи человек за одно одновременно детские фестивали творческие у нас такие как шаг мечте дети россии поэтому опыт обслуживания одновременно большого количества у нас тоже есть и наш автопарк который имеется порядка 150 машин он позволяет обслуживать одновременно большое количество туристов наша команда это я екатерина руководитель экскурсионного отдела жуков игорь и наш менеджер который с нами уже очень давно это порида мурся его мы всегда открыты к диалогу открыты контакту с индивидуальным подходом с 24 на 7 возможностью взаимодействия с нами так что будем очень рады дальнейшему сотрудничеству вот наши контакты у нас есть сайт сейчас мы немножко его дорабатываем переделываем в ближайшее время надеемся запустим новый почта телефоны и наш телеграм-канал где мы публикуем какие-то интересные события которые происходят в нашем регионе то что мы посмотрели какие-то наши экскурсии то есть живое общение через телеграм-канал и в принципе если вы не против мы покажем небольшой ролик про нашу транспортную компанию где вы сможете посмотреть наглядно наш парк это действительно очень важно когда ты знаешь что твои туристы едут на надежном транспорте с хорошим водителем водители у нас все профессионалы водители у нас все ходят в белых рубашках вот автобусы у нас чистые и сейчас я включу минуточку вот так садясь на пассажирское сиденье задумываетесь ли вы кому доверяете свою жизнь говоря о качестве пассажирских перевозок мы опираемся на мировой опыт и требования государственных стандартов российской федерации заказывая транспортные услуги вы обращаетесь к специалистам своего дела в нашей компании водители перед каждым выездом проходят трехэтапную медицинскую проверку все автомобили регулярно обслуживаются специалистами технического отдела буревестник это крупнейшая транспортная компания по волжье включающая в себя разнообразие выбора автомобилей различных категорий стандарт комфорт и премиум класса по волжье круглые сутки для вас доступны более 150 единиц техники для различных видов перевозок все это выделяет нас среди остальных компаний по волжье не только как одну из крупнейших но и как гарант качества и безопасности наших клиентов более 15 лет развития и роста на рынке транспортных услуг позволили доверить нам обслуживание таких крупных событий как универсиада 2013 олимпийские игры в сочи чемпионат водных видов спорта финна казань чемпионат мира по футболу world skills и многие другие обращаясь в компанию буревестник вы получаете безопасность комфорт и качество на протяжении всей поездки вот это вкратце про нашу транспортную компанию нашу составляющую у нас действительно хороший транспорт хороший автопарк что касается туристической составляющей то детально программы мы не расписывали чтобы не загружать поскольку работаем мы с организованными группами соответственно под индивидуальный запрос мы готовы составлять программы различные по количеству дней по наполнению по бюджету вот поэтому обращайтесь мы с удовольствием примем ваши группы покажем не только республику и город казань но и близлежащие регионы то есть у нас есть тоже надежные наши партнеры с кем мы работаем и в принципе можем можем ваших туристов и свозить все показать вот еще раз наверное как то очень быстро скомканно я так все рассказала в одну кучу смотрю по времени что совсем чуть чуть прошло вот если есть вопросы будем рады ответить взаимодействовать взаимодействовать да конечно мы возим из вияжска и инополис и в одной экскурсии вместе сочетаем конечно мы это все делаем в инополисе у нас есть свои проверенные партнеры инополис свои гиды дает с хорошими гидами от которых положительные отзывы поэтому да мы возим из вияжска и инополис мы возим и ежкаралу мы возим из ближайшего и возим и в елабугу из самых таких ну то что на слуху мы возим набережные челны на камаз на завод в вияжске вот можно по объектам если вы на нашу страничку зайдете на наш стенд там размещены дополнительные фотографии про указание красивые наши достопримечательности можете посмотреть там есть же каталоги с примерными нашими программами по школьникам по таким классическим программам тоже так что можно скачать посмотреть и что у нас есть в принципе по ценам я говорю цены не выкладываем поскольку не сборные тура организованы соответственно под группу считаем из интересного что например у нас запускается в казани со следующего года со следующего со следующей навигации будет курсировать метеор новый и вот планирую тоже из казани делать соответственно туры по тем регионов которые он будет курсировать это ульяновск и сейчас скажу из головы вылетела чебоксары ульяновск и чебоксары то что тоже будет на потоке соединено предположим с метеором и с автобусом это не чисто автобусная экскурсия будет вот такая вместе что еще делаем мы не только казань делаем мы и выезды по россии мы делаем и байкал мы делаем и соответственно москва питер дагестан близлежащие вокруг нас которые это нижний новгород самара это мы тоже все делаем в принципе если турист приезжает в казань он может не только казань посмотреть но еще и соседние регионы особенно для тех туристов которые не первый раз приезжают в казань вот ну и как и говорила вот в Свияжске поскольку вопрос про Свияжск там есть уникальный музей археологического дерева который я рекомендую всем посетить кто будет в Свияжске он действительно необычный наш первый президент когда был на одной из командиров своих то он перенял эту идею он увидел такой музей в одном из городов международной поездки и когда происходили раскопки в Свияжске нашли старые деревянные постройки и соответственно не просто их положили под стекло и вот приходите посмотрите что это а все это собрали и сделали такой парящий воздушный старый город деревянный и вы по парящему мосту можете пройти заглянуть и посмотреть как же выглядел тот или иной дом а чтобы было более понятно есть огромное панно на стене оно движущееся как раз воспроизводящее всю жизнь и картинку старый в Свияжске может быть еще есть вопросы мне так будет чуть полегче ну вот да я говорю сайт потому что у нас сейчас в процессе мы обновляем его мы хотим запустить новый сайт поэтому со старым пока нет но под индивидуально запросы пожалуйста под ваши пожелания мы совмещаем то есть на сайте примерно ли висит программа но так готовы двигаться готовы менять и соответственно считать бюджет стоимость стоимость как обычно она зависит от количества да от вида транспорта сколько человек у вас поедет продолжительность что будет включать в себя поэтому напишите мы вам посчитаем с удовольствием могу рассказать пока про наши основные объекты это казанский кремль объекта юнеско это свияж как раз таки второй объект болгаре как учу фотография например вот фотографии болгар я могу включить вот это белая мечеть в болгарах очень красивый наверное одна из самых популярных мест для фотографирования туристов а этот и четвертый новый наш объект юнеско это обсерватория казанского федерального университета который буквально вот в прошлом месяце ей был присвоен статус объекта юнеско из каких регионов слушатели сегодня в нашем вебинаре москва здравствуйте очень приятно ух албания ланды да такая география очень необычная самара да здравствуйте почти соседи совсем чуть-чуть крым ой а мы крым на выставке мид мы с вами прям по соседству были на прошедшей выставке очень вас поддерживали ваших коллег да спасибо действительно казань очень красивый город и за последние наверное лет десять она еще больше преобразилась то есть казань десять лет назад и казань сейчас это абсолютно разные города и те кто был у нас давно рекомендую приехать снова казань сочетает в себе наверное несочетаемые это восток и европы это сочетание мечетей церквей наверное казань это один из примеров где очень дружно живут разные народы мы отмечаем у нас татары красить яйца да русские режут баран примерно так может это немножко утрированно звучит но мы действительно живем очень дружно очень дружелюбный народ и отмечаем праздники и татарские и русские праздники как я уже говорила очень прекрасная кухня в татарстане в казани она очень мясная она очень сытная наверное даже необычные местами тот же самый наверное что у московских коллег и у моих друзей из москвы вызывает удивление это наш пирог губадья где рис яйцо изюм сладкий и жареный творог крытон называется вроде бы с одной стороны это не сладкий пирог но изюм придает ему сладость необычная из того что пытаюсь помнить что я вам еще не рассказала в казани очень насыщенная программа для например и для индивидуальных и для групповых туристов в том плане что постоянно проводятся какие-то мероприятия фестивали как-то гастрономические фестивали фестивали световые проходят различные соревнования например айронмен у нас проходил у нас велофесты проходят регулярно то есть в городе очень кипит жизнь и туристу даже в свободное время всегда будет чем заняться окроет наш айти парк извините у меня действительно наверное не очень структурированная презентация но еще раз прошу меня простить это мой первый опыт если продолжать рассказ про объекты например у нас построили недавно новый айти парк построили его на месте бывшего здания фабрики в спартак по производству обуви и решили полностью не разрушать старую фабрику оставить часть здания и там даже сохранили эти балки которые были при строительстве первого здания в айти парке у нас есть уникальный музыкальный инструмент пианино который играет сам в моби без человека очень увлекает обычно посетителей есть там стена с переключателями гость очень любит оставлять различные послания при помощи этих переключателей и есть музей у них где есть азбука морза где можно свое имя либо название компании либо еще что то что вы хотите увидеть как это будет при помощи азбуки морза и кодов и да татьяна и как вам опыт как группа спортсменов очень много мы также принимаем спортсменов вот и предоставляем им экскурсионную программу проживание и под ключ полностью то есть разные форматы в основном наверное спортсмены у нас в деревне универсиады всегда останавливаются так и если еще из объектов так в презентации каких-то других фотографий нет к сожалению другие фотографии можно посмотреть на нашем стенде там же есть каталог еще раз напомню в Казани пока вопрос расскажу переключусь что касается как раз таки патриотических наших программ в Казани есть парк победы это музей под открытым небом где выставлена военная техника это танки самолеты вертолеты там даже есть катюша и есть уникальный объект это рубка подводной лодки настоящая рубка которая была привезена в Казань и как раз нашли место в парке победы теперь это один из объект показа ой а какой у вас отель был ну отель да к сожалению вот сейчас в Казани с ростом турпотока объектов размещения не всегда особенно в пик хватает и наверное иногда отели не всегда могут выдерживать и гарантировать этот уровень качество которое хотелось бы видеть но у нас достаточно много хороших отелей и даже из бюджетного сегмента тоже есть те которые проверенные надежные которые не подводят и оставляют нормальные впечатления а так да сейчас то что озвучивает наш комитет не дает рост увеличивать рост турпотока это как раз таки нехватка места размещения но продолжаем город продолжает над этим работать в планах и строительства новых отелей и ныне популярное направление это размещение глэмпинг наверное это не всегда конечно подходит для детских групп но вот для взрослых для индивидуальных туристов это интересно все они в принципе находятся ну часть из них находится недалеко от Казани что позволяет в принципе проживать там и быть и наслаждаться еще городом так что мы всех ждем очень в нашем городе в нашей республике в качестве гостей в качестве наших партнеров наших заказчиков вот будем очень рады посотрудничать посотрудничать ну наверное давайте разыграем наш приз который был заявлен это экскурсия индивидуальная экскурсия по Казани и условия будут такие у нас будет вопрос в принципе те кто слушал нашу краткую презентацию сможет на него ответить и первый ответивший выиграет эту экскурсию если не сложно будет потом написать на ну либо на телефон либо на почту чтобы мы с вами обменялись контактами и зафиксировали ваш выигрыш ваш сертификат на обзорную экскурсию индивидуальную по Казани что касается вопросов это вопрос очень да здесь писать в чате да я смотрю писать отвечать в чате вопрос очень простой сколько на сегодняшний день объектов юнеско в Казани Анастасия ой 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 как быстро так сейчас посмотрим кто первый так у меня здесь Ирина Костенко поздравляю вас пожалуйста если вам не сложно напишите на нашу почту и мы с вами тогда уже с координируем еще раз повторю это четыре объекта это Казанский Кремль это Свиярск это Болгары и четвертый недавно появившийся у нас это обсерватория Казанского университета долго ее да раньше да Ольга вы были правы буквально вот еще месяц назад всего лишь их было 3 теперь уже 4 9 мы бы хотели чтобы у нас было 9 тогда вы еще наверное больше туристов у нас было вот может быть еще есть какие-то вопросы я с удовольствием бы на них ответила пожалуйста спасибо большое за такую оценку да мы вот сейчас будем выкладывать все что интересное происходит в том числе туры и новинки новинки экскурсий новинки наших программ каких-то да это мы все планируем выкладывать в телеграм в телеграм-канал чтобы была такая живая связь живое общение вы видели что происходит в Казани также про какие-то события в Казани тоже будем выкладывать чтобы было наглядно вот про Иннополис да немножко могу повторить в Иннополис мы экскурсии проводим у нас есть очень хороший экскурсовод который проводит экскурсию по Иннополису очень харизматичный очень интересно рассказывающий намного лучше чем я вот я в этом плане немножко красноязычный к сожалению а так да в Иннополис мы 8 экскурсий мы сочетаем их как и со свияжском и чистый Иннополис и в Иннополисе мы можем предложить и обед для тех групп кому это интересно то есть тут все от ваших индивидуальных пожеланий все возможные варианты мы все это делаем и даже мастер-классы возможно провести ну то есть какие-то там в Иннополисе тоже это все можно даже есть сочетание программ но те кто располагает большим временем это сочетание и Иннополиса и IT-парка который есть в Казани IT-парк новый Башира Ромеева то есть можно сочетать посетите IT-парк и Иннополис в Иннополисе гости смотрят университет сам жилой кампус как живут студенты они прям заходят смотрят комнату в которой живут про Иннополис да вот сейчас расскажу что увидят туристы и потом чем интересен Иннополис во время экскурсии смотрят университет посещают жилой кампус посещают они бизнес-центр Попова где знакомятся с тем какие президенты присутствуют как вообще устроен Иннополис что требуется что требуется школьникам но обычно школьникам и взрослым это тоже интересно рассказывают условия поступления жизни в Иннополисе учебы есть в Иннополисе очень интересная стена стена предсказаний там везде QR-коды вы наводите телефон на QR-код который вам понравится и увидите свое предсказание также во время экскурсии в Иннополисе гости могут увидеть роботов-доставщиков но для Москвы это уже не ново у вас уже по городу они ездят вот для других регионов конечно это новинка дети особенно радуются когда видят робота-доставщика беспилотное такси оно бесплатно в принципе через Яндекс такси можно его заказать и если трафик небольшой можно прокатиться единственное он не подъезжает куда попало он подъезжает только на определенные остановки которые отмечены вот сам город Иннополис он создан буквально лет восемь назад это может как-то с чем-то ассоциируется со Сколково возможно в самом Иннополисе живут проживают только те кто работает есть у них арендное жилье есть где сами как бы приобретенные и для тех кто проживает и работает на предприятиях которые базируются в Иннополисе есть арендное жилье аренда там очень таких маленьких небольшие деньги за это но работая в Иннополисе можно арендовать квартиру жить и когда трудовые отношения прекращаются соответственно необходимо освобождать студенты у них большой конкурс для поступления в Иннополисе есть есть у них еще практикуют у них преподаватели такую систему штрафов если ты опоздал то опоздавшие приносят кофе для тех кто сидит на первой парте и как сами студенты говорят после этого опаздывать не очень хочется когда ты отдаешь ароматно пахнущий стакан кофе своему сокурснику вот это вкратце про Иннополис находится он недалеко от Казани примерно наверное в часе езды и как раз что удобно он находится по пути в Свиярск поэтому очень часто его группируют вместе со Свиярском чтобы посмотреть как бы и современную часть да современную жизнь и приехать в Свиярск это уже более про историю вот по дороге кстати в Свиярск еще там есть еще один интересный объект это старая старая деревенька этномузей под открытым небом для для приезжих наверное для тех кто не знает что такое деревня а тем более уж быт в деревне татар довольно таки место колоритное там есть мельница там есть лошадки ослики там барашки ходят прям по территории ну и плюс есть построение то есть это прям старая деревня где можно познакомиться как жили татары примерно начало двадцатого девятнадцатого века вот и там же мы проводим например в этой татарской деревне интерактив это татарский сабантуй такая наверное визитная карточка где наши гости ну конечно не полностью а какие-то отдельные моменты повторяем из сабантуй участвуют в соревнованиях как известно сабантуй это праздник плуга то есть сельчане когда заканчивается посевная отмечают праздник окончания посевной и проводят различные соревнования там и бег в мешках и и с ложками и боеподушками то есть батыра выступает все это проходит вот это что касается направления в сторону Свияжской на полис что интересного там можно посмотреть другой интересный объект Юнаска это болгары это такое очень историческое место в болгарах находится красивая белая мечеть в болгарах наверное такого яркого это один из самых больших печатных коранов в мире расположен он в болгарах находится него можно посмотреть там вот ну и соответственно сама Казань сам Кремль в Казани набережная прекрасная где зимой заливают огромный каток когда-то он там значился как один из самых больших в Европе сейчас не могу утверждать что это так но очень красиво здесь подсвечивается и вообще набережная с каждым годом у нас преображается преображается появляется все много объектов инфраструктуры которые позволяют гостям и горожанам проводить очень интересное время есть там экстрим парк уран один из самых больших наверное под открытым небом ну и в том числе есть еще на зимний период когда площадки под открытым небом закрываются есть мини версия этого парка она крытая то есть в принципе наши гости наши жители ребята кто увлекается они могут тренироваться круглогодично вот это наша особенность этого парка такого большого красивого там постоянно проходит соревнования потому что площадка располагает вот если еще есть вопросы могу ответить пожалуйста надеюсь что было полезно может быть еще про какой-то объект рассказать что интересного это что мы с в в в в ждем ждем да новое направление планируется планируется и делать выезды уже это ставить такой на более постоянный на поток планируется у нас и ну сейчас мы осваиваем байкал как одно из интересных популярных алтай это все у нас планируется по близлежащим нашим регионам самара ждите нас в гости до тоже интересно и жеск интересен это то что вот в планах дагестан да дагестан конечно с удовольствием и в принципе уже у нас есть и дальше планируем что новенького в казани что новенького а а тут постоянно что-нибудь новенькое появляется появляются интерактивные программы сейчас у нас например открылся функционирует арт-плей музей как москве ну 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 наверно новые какие-то объекты показа да вот я просто сейчас пытаюсь вспомнить что еще но в наших турах мы готовы все это совместить все это объединить все это показать так сходу прям как-то это может быть для меня это уже не новенькая для вас будет новенькая вот поэтому прям даже я как-то растерялась новеньким давайте мы с вами как-то может я вам отдельно отвечу сейчас подумаю потому что вроде бы много чего но игры не известно для вас это новое или нет а так еще раз повторюсь да под наш под ваш запрос мы готовы организовать любую программу с возможными вариациями и пожеланиями то есть музейной направленности интерактивной направленности побольше там не только духовной пищи да но и телесной все готовы сделать ну наверное да наше время уже потихонечку заканчивается спасибо всем кто присутствовал поздравляем победителя ждем контакты напишите нам пожалуйста чтобы мы могли с вами взаимодействовать по обмену сертификата всем спасибо еще раз извините если что-то было скомкано готовы пообщаться лично может быть там будет мандраж будет поменьше и моя косноязычность немножко уйдет и мы больше вам расскажем больше покажем поэтому пишите звоните будем очень рады да вам спасибо за внимание до свидания до свидания до свидания и